Крым Открывает необычайные возможности Перед туризмом Как основной статьей дохода Для новой республики Люди боятся к нам ехать Потому что неизна ситуация Потому что нет пока уверенности Как будут расчеты за путевки приходить Как мы будем получать материалы Которые нам поставляли из России Прежде строительные материалы И потом очень поднялась цена путевки В основном Дольщики из Москвы отказались Потому что у нас купонная система Да мы на сумму путевки Будем их обслуживать А остальные Выход Нам наверное надо жить вместе Не привыкли мы жить отдельно По разным По своим квартирам Мы привыкли жить вместе Поэтому нам это очень страшно И непонятно И непривычно И конечно Нет стабильности Ни в государстве Ни в наших душах Возникла какая-то В воображении Странная диспропорция Крымского пейзажа Совершенно потрясающего И существующего убожества То есть системы Которая царила в Крыму Я не исключаю того Что именно вот эта вот Диспропорция Красоты природы И убожества Бытия И политической системы И Всего быта Советского Тех лет Такое произвела Какой-то толчок Вот эта диспропорция На Игру Воображения Он думал об этом острове Странным образом Поместившемся Чуть ли не в центре Небольшого Черного моря Какие тектонические силы Провидения Отделили его от материка И для чего? Уж не для того ли Чтобы задать нашему поколению Русских Нынешнюю мучительную задачу? Пока идет ухудшение Экологического состояния Моря Катастрофическое ухудшение И думаю что Договориться о добыте рыбы Конечно можно Между Россией и Украиной С рыбой сложнее Немножко получается Потому что границы Для рыбы как бы не существует Не вестится рыба Значит в устьях Рек Дона и Кубани А потом Нагульные Кормовые миграции Зимовальные Переходят сюда В частности В нашем Ленинском районе Происходит Летом нагул И зимовка Осетровых рыб За последние года Вообще Очень резко Как возрастает преступность Так возрастло И резко браконьерство Браконьерство связано Конечно и с мафией Работают под прикрытием И конечно Милиции Раньше это было И КГБ И прокуратуры Ну и Конечно и органов рыбоохраны Но за последнее время Скажу что Ни Общесоюзное правительство Ни значит Украинское Ни крымское Помощи рыбоохраны В последнее время Никакой нет В связи с общим Экономическим кризисом Вот Рыбоохрана Осталась как она всегда и была Значит где-то с краю там Пока она не нужна никому У нас как всегда Когда до крайности дойдет Когда будет сильно гибель рыба Тогда наверное Только возьмется Уже разработана Широкая национальная программа По спасению Черного моря От экологической катастрофы А ведь к нему Кроме нашей страны Прилегают и территории Других государств Которые тоже заинтересованы В его спасении От загрязнения Нужны средства Усилия И большое Общее желание Помочь морю Это однозначно Как вы относитесь к идее Независимости Крыма? Я положительно Я считаю Что он должен быть независимым Я не решила для себя Однозначно Как еще это будет Мне больше панируют Когда вместе с Украиной Я против независимости Я например Это нужно Понимаете как Я может быть просто недопонимаю Ведь нас отрежут воду Нам перекроют электричество И мы сейчас нуждаемся У нас ни света Ни воды Ни газа нет А тогда еще хуже Да лучше бы наверное был Чтобы в составе Украины Как было По крайней мере то что Он относится к Украине Вопрос крайне сомнительный Ибо Хрущев неизвестно По каким мотивам Но видимо от того Что он был до того На Украине Сделал такой царский подарок Украине По моему ни один Международный суд Арбитраж этого не признает Законности То есть я считаю Что все таки Это российская территория Вот то что сделали Республику Крым Я считаю Экономическая зона Это совершенно неплохо Но в рамках Украины Но я считаю Крым не сможет Без России Или без Украины Шутит мне Без России сможет Без Украины нет Положительно А я отрицательно Крыму с его развитым Экономическим сектором И индустрией отдыха Очень нужны Нефть, газ, электроэнергия И тем не менее Крымчане нашли в себе силы Отказаться от крупнейшего Источника Атомной электростанции Принято решение О закрытии станции И перепрофилирование ее И несмотря на то Что полуостров Лишь на 15% Обеспечивается Электроэнергией Собственного производства Крымчане теперь Лицом поворачиваются К нетрадиционным видам энергии Солнечной, ветровой, тепловой Именно их развитие И широкое использование В программе Оперативного внедрения Системы экологической защиты Крыма Решение было принято Практически опираясь Только на политические Амбиции Те, которые сегодня Позволили многим политикам Я бы назвал даже в кавычках Выйти на уровень Депутатского корпуса Как союза Республики Так, будем говорить И местных Постановление четко записано По просьбе Обкома партии Обл. исполкома Общественности И так далее Совет министров Принял постановление Вот и рассчитывайте Кто здесь прямые виновники Я всегда говорил Что товарищи Мы совершаем Сами перед собой Особенно перед своим поколением Преступления Я прекрасно знаю Обстановку Ну будем говорить Очень индустриального Донбасса И Крыма И скажу Что сегодня Видимо грязнее Чем Крыма В этом плане нету Без решения Экологически чистого источника Я понимаю Конечно Альтернативы другой Нету Кроме атомной станции Привезти Крым Так знаете В божеский вид Здесь невозможно Для того чтобы достроить Атомную станцию Ввести ее в строй Нужно было освоить Около 70 миллионов рублей Строймонтажа А на сохранение То есть на консервацию Этих основных средств Мы должны были вложить Около 110 миллионов рублей И плюс около 40 миллионов рублей Ежегодных эксплуатационных расходов Для поддержания Если бы мы даже пошли На эти затраты Чтобы действительно Законсервировали И сохранили И потом потратились Мы бы сегодня не проиграли Если бы не горе Чернобыля По всей вероятности Люди бы конечно Не пристановили Это строительство И я думаю Что как уже сказал Дмитрий Иванович Что уже блок работал бы один Но сейчас На сегодняшний день Допустим по хозяйске Если подойти Жалко конечно Это все смотреть То что можно сделать Я бы например так Сделал бы центральный Гианский кабинет Допустим По копчению той же рыбы Но надо Чтобы здесь был хозяин Грамотный Толковый Тот человек Который прозор На будущее Чтобы он не сегодняшним днем Как говорится Жил Но и Для поколений Люди Обеспокоены За будущее Крыма И так далее Но понятия разные Крыму быть Или при Украине Или при РФСР И так далее И так далее Но давайте логически Так рассудим Какая же разница Какая разница Шахтеру Украинцу Или узбеку И так далее Жившие в Магадане И не приехать сюда На эту Крыльца Можно сказать Священное место Какая разница Допустим Что сейчас Происходит Такое Что Недовывание От Людей Что мол Это мое Это твое Должно быть И так далее Я считаю Что это не должно быть Крым должен быть Общий Для всех Народов И наций Общий Мне кажется Что если Начать Спор О Крыме И доказывать Кто там Появился Раньше Да То это Совершенно Бесплодный Спор Скажем Татары Говорят Крымские Татары Говорят Что это Их земля Это правильно Это их земля Они там Живут Но живут Они там Всего Четыре Столетия Правильно Или там Пять Столетий А до этого Там Жили Греки Довольно Большое Количество Греков Строили Крепости На берегах И генуэз Строили На берегах Таким Образом И Греция Для Греции Вообще Крым Был Страной Мифов Там И Язон Останавливался На пути К Алхиду И много Других Мифов Возникло Именно Там Это Была Отдаленная Такая Греческая Камчатка Как бы Понимаете Так что Греция Может С полным Правом Предявить Или племена Скифов Которые Были Которые Считаются Родоначальниками Славянских Племен Таким Образом Значит И славяне Могут Предъявить Свою Изначальную Заявку На Крым И украинцы Разумеется Тоже Там Бывали Потому Что И запорожские Казаки Там Делали Свои Стоянки И так Далее И русский Флот Брал Крым И дрался С турецким Флотом И строили Севастополь И героически Его защищали И так далее И тому подобное Масса Всякой История Наши предковы Это наши Жизнь Родина Родина Наших родителей Как выслали Отсюда Они же оставили Готовые дома Весь Своё домашнее Имущество Всё И скотина И всё же По дороге Сколько Вымерло Людей А сейчас Мы приехали Нам же Нам же Вот Да Пускай Земли И был Власт Мощный Они Между прочим Так и говорят Вот Были представители Вот Власти Говорят Здесь Типа Вот Сами наталкивают На конфликт Понимаете Своими разговорами Даже Мы стоим здесь Три месяца Уже 4 декабря Первое время Два-три раза Приезжали Угрожали Здесь Вспахали Всё сломали Разобрали Сожгли Думали Что мы испугаемся Мы в конфликт Вступать не стали Просто потом опять Отступать некуда И мы уже же Отступать некуда Вы представьте Многие люди Продали же дома там Надеялись Что так и будет Приедут Будут выделяться Земельные участки А приехали На самом деле Этого нет Вот вагончики Здесь рядом Ну По 5-6 Семей В одном вагончике 17 Здесь человек В одном живут Даже Не говорят Мол Была государственная Программа Переселения Сейчас союза нет А тогда говорим Вы как местные А вы что А мы говорим Ничего У нас ни денег Ничего нет И земли нет 20-го будет СНГ же собираться Вот сейчас Наверное Мы там будем присутствовать Будем пакетировать Нам тоже Именно должны же У нас наверное Спросить Как будто Действительно Как говорят Яблоко раздора Тот себе требует Этот себе требует А народ коренной Вот этот Как будто в стороне Остается Понимаете как-то По сути дела Уже скоро Пять десятилетий Геноцид был направлен На то Чтоб вообще Всю эта нация Была значит Вот так Растворена По сути дела И много Уж добились В этом И вот это Заставляет Наш народ Бросая Нажитое Все В регионах Союза Свой домашний Скарб Бросая Самостийно На свои личные Сбережения Возвращаться В Крым Порядка На сегодняшний день Проживает Уже здесь 170 тысяч Человек Но из них Как проживает Из них Десятки тысяч Человек За счет Своей мускульной Силы За счет Своих личных Сбережений Кредитов Строит себе Индивидуальные Дома С распадом Или Будем так Говорить С разрушением Союза В декабре Месяце Крымско-татарский Народ И другие Депортированные Народы Крыма Практически На сегодня Проживают В шести регионах Бывшего Союза Это Украина Юг России Ставрополь Краснодар Новороссийск Республики Средней Азии И Казахстан Проблемы Многомиллиардные То есть От политической Реабилитации Провозглашенной Верховным Советом Союза Ноября 90 Простите 89 Года До практического Исполнения Дистанции Огромного размера С отставкой Правительство Павлова После августовских Событий Ушло Практически В отставку И ушла И государственная Комиссия Которую возглавлял Дагуриев Виталий Хусенич По сути дела Крымско-татарской Проблемой Центр Перестал заниматься Как уже полгода Естественно В декабре И в ноябре Были обращения И в прошлом году И позапрошлом году К руководству Республики Где наш народ Проживает А вот В начале февраля Три комиссии Украины Будем так говорить Правительственные комиссии Одну из них Возглавлял я Я выезжал в Россию Вторая комиссия Выезжала в Казахстан Кыргызстан Третья комиссия Выезжала Узбекистан И Таджикистан Казахстан Комиссии вообще Не принял Кыргызия Сказала Это проблема Украины Узбекистан Таджикистаном Хотя знает Эту проблему Практически пока Не наработали Никаких решений У меня состоялась Дважды встреча С Гайдаром Егором Тимуровичем Егором Тимуровичем Обещал решить Проблему Финансирования Крымских Татар Которые В этом году Изъявили Порядка Трех тысяч С Юга России Вернуться в Крым Ну Последняя информация Говорит о том Что Вот Из блока Экономического Нечаева Это новый Министр экономики Там говорят Так уже Что вот Пока не Не урегулируются Кое-какие Политические вопросы Между Украиной И Россией То финансироваться Крым Значит не будет Я не могу Поддержать Ни одних Ни тех Которые говорят Значит Давайте Из Украины В состав России Или тех Которые говорят Давайте Из состава Из России Вот Останемся Только на Украине Ведь дело в том Что если рассматривать И прошлый И настоящий Крым Он связан Многовековыми Связями Национальными Экономическими Социальными Культурными Политическими И с Украиной И с Россией То есть Притягивать Канад Из одной Страны Другой Это Не то решение Проблемы Изменение Сегодня Статуса Границ Это Будет Применение Силы Это Гражданская Война Которая Слава Богу Сегодня Я не хочу Предсказать Эти горячие Точки На теле Нашей Бывшей Страны Все эти Споры Кто Хозяин Крыма Мне кажется Абсолютно Бесплодными Надо Жить Всем Вместе Там Достаточно Земли Не просто Жить Вместе Но еще И приглашать Других Открыть Южные Ворота Для всех Все ворота Крыма Открыть Для всех Кто хочет Туда Прийти Временно Или поискать Какое-то Пристанище Для себя Мне видится Крым Как Какой-то Своего рода Швейцария Восточного Средиземноморья На острове Создавалось Совсем иное Общество Но в замкнутом Мерке Временных Эвакуантов Все еще Поддерживался Стиль И дух Серебряного Века России Трудно Было Не стать Космополитом На такой Космополитической Плешке Как Остров Крым За Свободный Независимый Крым Товарищи Подходите Пожалуйста Зачем Дайте Пожалуйста Спасибо ФДК Конечно Движение Это движение Это не партия Оно не имеет Фиксированного Членства Принять в нем Участие Может Каждый Гражданин Крыма И в этом Движении Конечно Есть Различные Силы Я скажу Так Что От коммунистов Причем Из партийной Номенклатуры До Монархистов Но Их Не так Много Не так Много Значительная Часть Даже Две трети Номенклатуры Как раз Выступают Против Референдума Потому что Они видят Поддержку Так сказать Своему положению В Киеве И считают Что с этим Они легче Удержат Свои позиции В том числе И русской Национальности И любой Другой Вот Значит А Мы Значит Считаем Так Что Основные Силы Которые Сейчас Ведут РДК Которые Разработали Его Так сказать Основные Документы Которые Сейчас В общем-то Являются Так сказать Основными Доминирующими Главными Они Продразумевают Именно Вот эти Моменты Это Воля Изъявления Народа Выслушать Его Подчиниться Ему Подчиниться Ему Значит В случае Если Референдум Скажет За то Что Независимый Крым Значит Создать Государство Дружественное Всем Республикам СНГ В экономическом Политическом Плане Ну Естественно Независимое Чтобы им Не командовали Не диктовали Свою волю Значит Дать возможность Для решения Крымско-татарской Проблемы Значит Дать возможность Нормального развития Всех Кто здесь Проживает Полная Политическая Независимость Крыма Конечно Невозможна Он может Существовать Только в составе СНГ Только в составе СНГ Независимые Так сказать Имея Определенные Как говорится Гарантии Что не будет Значит Политического Экономического Давления Там Скажем Со стороны России Или со стороны Украины Но тем не менее Существовать Он Существование Своё Планирует Только в составе СНГ Поскольку Все связи Значит Которые были Разрушены В результате Принесены В жертву Политическим Амбициям Мы планируем Восстановить Значит Границы Мы планируем Сделать Прозрачными Рублевую зону Мы планируем Здесь у себя Сделать Что касается Войск Значит Присяга Данная На верность Украине Поскольку Украина Входит Состав В СНГ Не будет Противоречить Присяге Так сказать Если её Дадут Наверность Всему СНГ Это будет Как бы Дополнением Расширением Ранее Данной Присяги Для тех Сухопутных Войск Которые Эту присягу Дали Черноморский Флот Как известно Присягу На верность СНГ Давал С самого начала Наши народы Украинский И русский Это точно Это Ну просто Неразрывное Единство И попытка Разорвать Неразрывное Приведёт Либо к большой Катастрофе С большой кровью Либо просто Сорвёт И все Утверждения Которые сейчас На официальном Уровне На Украине Звучат О том Что Украина Была просто Угнетаемой Угнетаемой Территорией Относительно России Угнетаемой Нацией Был украинский Народ Не знаю На основе Своего жизненного опыта Я знаю Что это ложь Везде Где сейчас Вот эти конфликты Там есть Какие-то Исторические Корни Этих конфликтов Скажем Югославия Это Чётники Резали Сербов Так Понятно Религиозная Так точно Ну не только Религиозная Но По крайней мере Есть Какие-то Корни Были уже Конфликты До этого Причём Недавние Конфликты Конфликты Кровоточащие Где достаточно Одной Искры Более или менее Сильные И оно уже Пошло Крыму Я считаю Что никаких Таких Антагонизмов Которые могли бы Привести К тому Чтобы люди Взялись за оружие И начали С друг с другом Выяснять отношения Особенно национальные У нас такого нет И мы хотим Чтобы к нам Не пришла Эта зараза Мы будем Проводить Свою работу Направленную На то Чтобы никто Не разделял Людей Здесь в Крыму По национальному Признаку Чтобы как можно Дольше Сохранились Вот эти дружеские Отношения Значит Чтобы как можно Дольше Сохранилось Единство Так сказать Нашего Населения Крымского Вот в условиях Так сказать Пребывания На Украине Если это Решит Референдум Ну вообще Конечно В идеале Да В идеале Мы видим Крым Как Ну Одно Какое-то Вот Дружественное Соседям Многонациональное Государство Редактор субтитров Корректор А.Егорова Прошлым летом Были поражены Насколько Он остался Еще Закрыт Мы увидели В Ялте То же самое Мертвое море Которое Было При В расцвете Социализма Не было Ни Яхт Не было Ни Маленьких Тракт Траулеров Каких-нибудь Торговых Кораблей Пустое Море Видимо Как и прежде Охраня Запечатанное Наглухо Между тем Это должно быть Конечно Открыто И на набережной Ялты Мы должны Видеть Каких-нибудь Торговцев Из Трапезунда Туристов Которые Совершают Вояж Вокруг Там Средиземноморье Только что Прибывших Из Кипра Как вы Относитесь К независимости Крыма Отрицательно Я думаю Что это Самый лучший Выход Даже не знаю Пусть будет Себе Независимой Мы 70 лет Хотели Жить Жить лучше Да не Получается Ревод у нас Убили И не знаем Что мы Дальше Будем Экономический Статус Зависит От нашего Политического Статуса От нашей Государственности Которая Сейчас до конца Еще не Определена После Приведения Референдума После Того Когда Верховный Совет Украины Принял Решение О Воссоздании Крымской Атономной Республики Прошло Не так Много Времени Но Еще Мало Сделано Я представляю И так Если Верховный Совет Украины Признал Крымскую Атономную Республику Надо Разделить Четко Полномочия Между Украиной Дать Полномочия Это Первое Надо Разработать Конституцию После Конституции Надо Провести Выборы Очень Многие Экономические Связи Были У нас Установлены С Россией Очень Многие Связи Мы Получали Топливо Мазут Лес У нас Два Леспромхоза Работает В Иркутской Области В Братске Мы Получаем Самары Многие Годы Мазут И вдруг Мы Ощутили Перебои В этих Поставках Мы Вынуждены Просто Такие Напрямые Связи Наши Делегации Побывали В этих Регионах И мы Видим Что Мы Можем Установить Прямые Долгосрочные Экономические Связи Украина С Украиной Нам Было Непросто У нас Целый ряд Служ Финансируется Других Они Финансируются За счет Украины И Сказать Председателю Совета Министра Что Завтра Ты Выходишь С Украины Так Я должен Сам Себе Вопрос Задать А Кто Будет Финансировать Эти Службы Кто Будет Давать Эти Финансовые Ресурсы Крым Должен Нарабатывать Экономическую Самостоятельность Я вижу Что В будущем Крым Может Иметь Больше Финансовых Ресурсов Если Будем Лучше Использовать Курорт Развивать Туризм И Чтобы Наша Земля Стоила То Что Она Стоит Я Всем Говорю И Говорить Буду На территории Крыма Может Собственность Любого Государства Мне Хочется Чтобы Многие Наши Жители Крыма Понимали Что Все Думают Я Заберу Себе Собственность И Стану Богатым Но Смотря Что Ты Заберешь Себе И Сделать Бедным Потому Что Очень Много У нас Ведь Наши Все Курортные Учреждения Санаторные Здравницы Они Никогда Не Проносили Пока Прибыли Они Все Были На Какой То Дотации Те Санатория Дотируют Профсоюзы Те Средьмаш Те Общемаш Те Еще Другие Ведомства И Сегодня Забрать Их Значит Чтобы Стать Богатым Надо Сделать Невыносимо Большую Цену На Путевку Чтобы Ее Как То Содержать Но Высокая Цена На Путевку Она Сразу Оттолкнет Желающих Приехать Тут Надо Быть Очень Внимательным Надо Считать Экономическую Выгоду И Я Против Того Чтобы Все Брать Крым Крым Все Наше Пусть Она Будет Другой Республики У нас Есть Санатория Узбекистан Санатория Санатория Но Они Должны Платить Нам За Нахождение Этого Объекта На Территории Налог На Землю Или Налог С дохода С Прибыли Задача Совета Министров Работать На Наше Население На Людей Которые В Крыму Живут Чувствовать Их Незаботы Нам Приходится Работать И с Украиной И с Россией Сказать Что Мы Куда То Повернули И Куда То Идем Твердо Шагом Я Не Могу Это Сказать Мне Кажется Что Скажем Если Крым Возникнет Как Яблоко Раздора Между Украиной И Россией Да То Все Таки Будут Искать Какие-то Мирные Варианты Решения Этой Проблемы И Не Дойдет До Потасовки Ничего Страшнее Этого Быть Не Может Совершенно Не Обязательно Повторять Югославский Сценарий Югославский Сценарий Может Быть Как Раз Предупреждением Для Для Нас Я Думаю Что Это Может Быть В результате Спора Вот Из-за Флота Скажем Флот Базируется В Крыму И Какие-то Возможно Могут Произойти События Которые Толкнут На Грань Военного Положения Но Я Опять Уверен Что Все-таки Русские Украинцы Найдут Достаточно Здравого Смысла Чтобы Этого Не Произошло В течение Последних Двух Месяцев Вокруг Черноморского Флота Бушуют Страсти Черноморский Флот Явился Яблоком Раздора Между Украиной Азербайджаном Грузией И Молдами И Россией Причин Здесь Несколько Но Главная Причина В том Что В результате Недостаточно Продуманных Недостаточно Компетентных Соглашений Принятых В Минске И в Алма-Ате Вопрос С флотом Окончательно Решен Не был Поэтому Каждый Подходит К флоту Со своими Мерками Это Вызывает Различные Точки Зрения Различное Мнение И Получилось Так Что Все это Привело Такую Большую Беду На флот Все это Привело В первую Очередь К неразберихе Борьбе мнений Различного Рода Негативным Проявлением На кораблях И частях И В конечном Итоге К снижению Существующей Боевой готовности Кораблей Частей Вот Окончательный Итог Другой Причиной Которая Видимо Явилась Здесь Является Причина Чисто Амбициозных Устремлений Наших Президентов Каждый Из них Пытается Поставить Себя В положение Удельного Князя Положение Средневекового Феодала Которому Необходима Своя Дружина А для Чего Эта Дружина Никто Сказать Не может Ни у Кого Нет Ни доктрины Ни задач Я Стою На Совершенно Твердой Совершенно Четкой И ясной Позиции Позиции Что Национальные Армии Национальные Флоты Государств Входящих Содружества Это Идея Ошибочная Идея Порочная Идея Антинародная Получается Так Что Создаются Армии Ради Создания Армии А к чему Это Приводит Вы Увиделись На примере Югославии На примере Карабаха На примере Грузии И на примере Чечни Тоже Может Ждать И Украину И Крым Крым Это Жемчужина Нашей Страны Бывшей И нынешней То что Имеет Крым Не имеет Ни одно Места В нашей Стране В Крым Должны ездить Все Восстанавливать Своё здоровье Будь то Это Гордый Внух Славян